Нищета. Так, одним словом, можно обозначить проблему наполняемости местных бюджетов. Но сегодня собравшиеся федеральные областные парламентарии говорили более мягко. Низкая финансовая обеспеченность или недостаточность доходных источников для осуществления полномочий органов местного самоуправления. По сути, большинство районов живет за счет налога на доходы физических лиц и дотаций. Кстати, про последние сегодня говорили главы сельских поселений. Суммы дотаций уменьшаются и неизвестно, как сводить концы с концами. Проблема общеизвестная. И, как заверили федеральные депутаты, они работают над этим. Не хватает сегодня финансов. По этому направлению мы сегодня еще раз поговорили. То есть мы очень хотим, не рыбам упросим, мы просим удочку. То есть вот те местные налоги, которые есть сегодня, нам очень хотелось, чтобы они оставались на месте. Это касается и транспортного налога, и налога на прибыль организации. И необходимо будет и патентные, чтобы все налоги, доходы от патентов, от местного бизнеса, как можно больше оставались все в муниципалитетах. За 50% налога НДФЛ тоже должно оставаться в муниципалитетах. Сегодня многие говорили и еще об одной проблеме органов местного самоуправления. Нехватки квалифицированных кадров. Даже просто тех, кто согласился бы работать за небольшую зарплату. Чиновники в сельских поселениях получают 8 тысяч рублей. И никаких социальных гарантий. Самый больной вопрос – это кадры. Зарплата небольшая. Люди к нам не с большим желанием идут. Не с большим желанием. Но в этом направлении также есть конкретная договоренность. Уже, можно сказать, с руководством страны в этом направлении будем работать. Они управляют народом на месте. Чем лучше совершение и финансового обеспечения, и кадрового обеспечения будет местное самоуправление, тем эффективнее будет жизнь на местах. Яна Хромова, Василий Мусин, Городской телеканал.